Привет всем! Сегодня поговорим о четырех стратегиях инвестирования в недвижимость в Виннипега. Итак, первая стратегия это долгосрочная стратегия с приростом в будущем. Вторая стратегия это короткосрочная инвестиция с ежедневным ежемесячным кэшфлоу. Третья стратегия это флипы. Четвертая стратегия это покупка новой недвижимости с возможностью последующей аренды, либо продажи в будущем. После того, как дом будет достроен или район будет развит. То, что важно знать в каждой стратегии, это первое район, цена и возможные арендаторы. Второе, что нужно учесть при инвестировании, это рост недвижимости и первый взнос. Третье, это ремонтные расходы и расходы на содержание и управление недвижимостью. Эти три фактора нужно учесть при каждом варианте инвестирования. Давайте рассмотрим немножко подробнее каждый из них. Благосрочная стратегия с приростом в будущем подразумевает под собой покупку объекта недвижимости, который не самый дешевый на рынке, но при этом при всем через 5-10 лет сам район по себе вырастет в цене и соответственно вырастет объекты недвижимости, которые вы приобрели. Такая стратегия, возможно, не покрывает стоимость оплаты из аренды на моргидж. Иногда моргидж будет больше, чем стоимость аренды, за которую вы такой объект сдаете, но в будущем при продаже вы получаете разницу между ценой, за которую приобрели, и разницу, за которую вы продали. Потому что район сам по себе вырос и цены на недвижимость в этом районе тоже выросли. Вторая стратегия, короткосрочная, с получением ежемесячного кэшфлоу, подразумевает в себе покупку объекта недвижимости, который, возможно, и самый дешевый на рынке, либо в том районе, который не растет в цене, но при этом они неплохо сдаются. Такими районами являются в Виннипеге районы, ближайшие к даунтауну. Это West End, North End, Downtown и что-то подобное. Там, где можно купить недорогой дом в районе 150-250 тысяч, которые можно будет разделить на несколько юнитов и сдавать каждый юнит в отдельности. При такой стратегии сумма моргиджа будет значительно ниже, но у вас появляется возможность получения кэшфлоу. В будущем, возможно, такие дома будут проданы дешевле, чем даже приобрелители по той же стоимости, но благодаря тому, что вы получаете ежемесячный прирост, это имеет место быть уже сегодня. Вы получаете прибыль сегодня ежемесячно. Важно учитывать не то, за сколько вы сдаете и за сколько вы приобрели, а какие будут расходы, связанные с управлением такой недвижимости, потому что, мягко говоря, квартиранты в этих районах абсолютно не заинтересованы в содержании вашей недвижимости в хорошем состоянии. У них есть одна цель, это прожить в этом доме так, как комфортно им, и, возможно, этот комфорт подразумевает собой убрать двери, сломать какой-то замок, или изменить какие-то наружные или внутренние работы, но при этом при всем они ежемесячно платят вам сумму, которая покрывает эти расходы на содержание дома. Ежемесячно у вас должен быть бюджет на содержание такой недвижимости, либо ежегодно вы просто выделяете средства, которые требуются на то, чтобы этот дом привести в надлежащее состояние. Также в этой стратегии есть недостатки, потому как квартиранты могут быть не совсем благонадежны, им, возможно, захочется съехать через 3-4 месяца, и все, что останется от них, это как бы даунпеймент, который, возможно, даже не покроет сумму ремонта. Флипы. Я бы сказал, что это средняя стратегия, то есть вы просто рассматриваете или ищете объекты недвижимости, которые требуют какого-то ремонта, иногда этот ремонт косметический, иногда очень большой. В этом случае желательно иметь достаточно много наличных средств, чтобы не платить моргиджи, не платить какие-то расходные части другим лендерам, которые вам дают на это деньги. В случае флипов обычно они продаются раз в полгода или раз через год, чтобы покрыть расходы, связанные с покупкой и продажей, и помимо этого покрыть расходы на то, чтобы сделать ремонт, и этот ремонт потом впоследствии перепродать, то есть получить выгоду именно с ремонта. Я бы считал возможную прибыль такого ремонта, это как стоимость на ведение ремонтных работ, это 30 долларов в час для каждого из специалистов усредненно, плюс те улучшения, которые туда вы инвестировали, и плюс те расходы, которые вы потратили на получение или на покупку необходимых материалов и инструментов. Есть люди, которым вообще не окота заморачиваться с ремонтами, и они готовы немного переплатить только лишь для того, чтобы заехать уже в дом, который полностью сделан. Да, этот ремонт в принципе должен быть просто светлым, чистым и убранным, помимо этого достаточно перекрасить стены и заказать новую кухню. Таким образом вы получаете, помимо прироста за то, что вы приобрели, еще и стоимость возврата тех ремонтных работ, которые вы делали, то бишь 30 долларов в час на содержание тех специалистов, которые вам делали эти ремонтные работы. Просто используйте те опции, которые вы имеете с тем, что вы сейчас предлагаете. В данном случае это может быть дешевые материалы, работы или ваши знания, начиная от дизайна и заканчивая 3D-моделированием. То, что можете сделать именно вы, и вам не нужно будет за это платить какому-то специалисту. Попробуйте использовать это по максимуму, таким образом флип, в свою очередь, даст вам максимальную прибыль. Руко недвижимости в новом строящемся доме с возможностью продажи, когда этот дом будет закончен. Это выгодная стратегия, особенно сейчас, потому что цены меняются и они растут. Есть люди, которые фиксируют ту сумму, которую получат за дом, когда он будет достроен. Таким образом, цена за это время может быть изменена и, возможно, она станет выше. Помимо этого, я бы еще добавил то, что в этом районе, в конкретном, в котором вы зафиксированы, на сегодняшний день построенный дом много стоить не будет, если не учитывать прирост рынка недвижимости. Но когда район сам станет по себе очень развитым, когда там вырастут деревья, когда закончится строительство, когда сделают нормальные тротуары, построят полноценные дороги, этот район вырастет в цене просто потому, что есть люди, которым нужно и хочется заехать во что-то новое, законченное, без всяких строек и ремонтных работ. К тому моменту уже будет, скорее всего, вокруг района развита какая-либо финансовая и коммерческая инфраструктура. Там будут построены банки, магазины, супермаркеты, какие-то небольшие локальные магазинчики и ресторанчики. Таким образом, вы получите прирост тогда, когда район будет в самом соку. Там уже будут построены те вещи, которые люди ожидают и хотят иметь сейчас. То есть я бы рассматривал эту стратегию как баланс между тем, чтобы купить что-то и сдавать в аренду уже сейчас, и при этом получить остаточную стоимость только после того, когда будет максимально положительная тенденция в этом районе, когда будет все построено и люди там захотят жить. Таким образом, здесь будет высокая эмоциональная составляющая, позволяющая купить относительно новый дом, которому не так уж много 3-5 лет, и при этом отличительно прекрасный район, который уже будет достаточно хорошо развит. У меня есть список из тех районов, которые могут приносить уже сегодня кэшфлоу, и можно просто приобрести и получить аренду на следующий месяц. А также есть список тех районов, которые будут постепенно меняться в стоимости, расти и развиваться самостоятельно. Если вы хотите получить что-то среднее, то бишь я скажу как поиск баланса, то рассмотрите варианты такие, как возможную покупку объекта недвижимости в достаточно высоком районе, но аренду не помесячно, а аренду Airbnb. Тогда вы покроете расходы на содержание этого дома и моргиджа, так как они будут высоки, так как район ликвиден. Но при этом вы сможете полностью закрыть эти расходы, благодаря тому, что будете сдавать такой объект недвижимости частично, а не ежемесячно. Вторая стратегия, это может быть рефинансирование, то есть покупая дом в каком-либо из районов, со временем, когда район начинает расти, либо дом начинает расти в своей стоимости, вы просто забираете свой downpayment, который вы можете и имеете возможность инвестировать в любой другой дом. И при этом за счет этой разницы ваш дом уже сам себя окупает, то есть вы деньги все свои забрали, и он окупает себя за счет аренды и сдачи в будущем. И при этом у вас есть уже downpayment на покупку второго дома, и так далее, и так далее. И третья тенденция, это рассмотрите тренды роста города и его развития. Возможно, сегодня то, что находится за периметром и немножко дальше, 10-15 минут от города, завтра, через 3-5 лет будет уже городом, и там, соответственно, изменится цена. Возможно, там есть смысл рассмотреть что-то с большим кусочком земли, и после этого продать каждый кусочек в частности, таким образом зарабатывая на том, что можно будет построить там несколько домов на одном кусочке земли. Обычно город выкладывает на сайт планы своего развития, и таким образом на сайте можно увидеть, куда будет развиваться город, и, возможно, инвестировать максимально разумно уже сейчас, но на будущее. Четвертое, рассмотрите тренды развития недвижимости в более крупных регионах, таких как Антарио и Британская Колумбия. На сегодняшний день там самый большой прирост и рост показывают не отдельно стоящие дома, а дома, в которых есть общая стена. Это связано с тем, что рынок недвижимости так взлетел, что есть покупатели, которые не могут себе позволить купить отдельно стоящий дом, который выше миллиона. Их фокус внимания сместился на что-то вроде таунхаусов или сайт-бай-сайт объектов, которые также имеют преимущество отдельно стоящего дома, но при этом они стоят дешевле. Вы можете по примеру в районах, в которых недвижимость вросла очень сильно, увидеть, как будет развиваться недвижимость здесь, в Виннипеге, и таким образом сыграть на этом и получить максимальную прибыль. В любом случае, если вы хотите знать немножко больше об инвестировании в недвижимость, вот есть книга, которую можно скачать по ссылке в описании. И там есть примеры статьи с нашими цифрами, цифрами Виннипега, как желательно инвестировать в недвижимость, как покупать и как потом продавать. Если вам нужна более детальная информация касательно районов, тенденций и факторов инвестирования, мои контакты будут ниже, можете всегда обратиться, я буду рад вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!